МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руководитель отдела социокультурных исследований РИВАДы Центра. И, внимание, граждане сыновья Алексея Георгиевича Левинсона, слева от меня Максим, инженер, преподаватель, технический журналист и переводчик. Я все ваши ипостаси, так сказать, назвала. И Кирилл Левинсон, историк, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени Политаева при Высшей школе экономики. Алексей Георгиевич в своем докладе буквально произнес некоторые радикальные тезисы, которые больше приличатся либо к какому-нибудь английскому панку 70-х годов с лозунгом «No future» – «Будущего нет». Я шучу, конечно, но основная идея в том, что у большинства российского населения образ будущего отсутствует как таковой. То есть ни апокалиптического будущего нету, ни светлого будущего нету. То есть для людей это вообще просто какое-то белое пятно. Вот, для начала… Нету даже белого пятна. Даже белого пятна нету, да? То есть просто ничего. Пустота в этом месте. На этом месте ничего не растет. Значит, вы для начала прям коротко. Вы оптимисты или пессимисты, в отличие от папы, вот в деле представления о будущем? А Кирилл… Ну да, то любая позиция будет отличной, потому что, как бы, я не знаю, какая у него. Ну, потому что позиция настолько радикальна, что тут, ну, с какой-то другой стороны нужно обсуждать эти тезисы. Я правильно понимаю, она радикальна тем, что она отсутствует, как бы, вот, ни пессимистического, ни оптимистического сценария будущего нет, поэтому и деление невозможно. Я про себя уж, если так говорить, то, ну, как сказать, сегодня я пессимист. Угу. В политическом смысле, в историческом смысле или в личном смысле? Ну, в историческом смысле я не очень понимаю, как это, а в политическом смысле да, в личном смысле скорее у меня ничего не растет. То есть у меня нет личного сценария на более-менее отдаленное будущее, ни хорошего, ни плохого. То есть просто на какой-то временной промежуток вы его не видите? Да, я, ну, как бы, вот, свое будущее предвижу на очень небольшое временное протяжение, и потом... Некоторый туман. Некоторый туман, да, туман, который не белый, не черный. Я буду возражать, потому что, если строго относиться к слову личное будущее, то Кирилл растит сына, и в этом смысле, так сказать, он будущее имеет, вот, просто воплощенное в человеке, вот, как, впрочем, и Максим. Ну, про это тоже надо будет потом поспорить. Нет, я просто хотел бы сказать, потому что, когда я там вот говорил на банных, и вообще, когда эта тема отсутствия будущего, это не только моя тема, но и нашего центра, да. Я нагадуюсь, я нагадуюсь. То мы разделяем, так сказать, публичный дискурс и личный. Я с этого начала, и мы должны это обсудить, конечно. У россиян, не только вот сидящих здесь, но и у россиян, вообще говоря, с личным будущим, ну, более-менее все нормально. Ну, у кого-то там планы на короткий срок, у кого-то на длинный, кто-то инвестирует там на 30 лет вперед, а кто-то живет от зарплаты до зарплаты. И, в общем, это можно считать более-менее нормальным состоянием дела. Нет будущего не вот этого, нет будущего, так сказать, нашего общего. Вот мы, как некоторые общности, есть, а вот мы продленные туда, вот тут непонятно что. Давайте Максиму послушаем. Да, я скорее оптимист в данном случае буду, потому что, если говорить о личном будущем, то здесь, ну, это вполне такая простроенная пока что ситуация, которую я имею некоторые проблемы, которые приходится решать, но в целом пока ситуация позволяет считать, что будущее не то чтобы предопределено, но не ужасно, скажем так. Вы говорите сейчас личное. Если говорить про общественное, или, так сказать, над, то я, опять же, оптимист, потому что я считаю, что то будущее, которое исчезло, вот про то, что папа сказал, что его нет, я считаю, что это в каком-то смысле скорее хорошо, чем плохо. Это означает, что та модель будущего, которую мы себе предполагали 20, условно 20 лет, она просто не работает? Или ее нужно менять? Я думаю, что она и не могла работать, во-первых. Во-вторых, я думаю, что та, как сказать, программа жизни ради будущего, которая существовала в советские времена все, которая существовала после перестройки, когда, ну вот сейчас мы немножко напряжемся, а потом уже заживем, при коммунизме, при демократии, при рынке, неважно, она не может никогда не кончиться. Это как горизонт, к которому невозможно прийти. Значит, я вам хочу сказать, что мы с вами, друзья, не одиноки, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко буквально вскоре того, как мы начали обсуждать идею будущего, заговорила о том, что России стоит обратить внимание на опыт Арабских Эмиратов и подумать о создании министерства будущего. Правда, я думаю, что это в таком, ну опять же, в утопическом каком-то времени существовало, потому что премьер Арабских Эмиратов, когда он с ним все это обсуждал, оказывается, он говорил, что имел в виду совершенно конкретное будущее Арабских Эмиратов после того, как кончится нефть, после того, как нефть рухнет там, и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что вот то, о чем говорил Максим, очень важно, когда мы говорим об оптимизме нашем в каком-то отношении будущего и своего, и своих друзей, и социума в целом, и страны, в которой мы живем, мы говорим на самом деле о настоящем. Понимаете, вот ваша позиция, как мне кажется, позиция, которую вы называете оптимистической, она состоится в том, что человек хорошо себе представляет свое настоящее. Вот у него есть сложившийся образ настоящего, и он себя в нем чувствует укорененно и ответственно, и от этого, возможно, и образ будущего как-то выстраивается, и оптимизм имеется. Значит, Алексей Георгиевич, я хочу вернуться все-таки, почему нет идеи будущего у большинства? Вот это поразительно для меня совершенно. Я бы сказала, я ожидала бы, что у людей какие-то ужасные ожидания, или наоборот, ну нормально, отлично, там все, но какие-то есть. Вот почему нет будущего? Вот при желании можно у них, так сказать, вызвать, как рефлекс, так сказать, с помощью тех или иных простых средств, можно вызвать и апокалиптические идеи, как все, значит, гибнет, разваливается. И тогда самое страшное, что могут себе представить, это то, что называется двумя словами, развал России. Вот еще более страшное, россияне представить не могут, потому что, как ни странно, ну некоторые до сих пор думают, что термоядерная война это ужасный конец, но немало людей, которые думают, что ну да, это, конечно, дело не очень хорошее, но... Это возможно. Да, но, во всех случаях, развал России страшный. Вот, это, но, повторяю, это не спонтанно выходит, это если начать людей, так сказать, тереветь на этот счет, если предложить им, так сказать, думать вот о хорошем, вот тут, тут надо сказать, очень такие, ну, какие-то разочаровывающие результаты, потому что, вот, я пытался так, всеми средствами, которые у меня есть, там, заставлять респондентов думать о самом-самом лучшем, что такое счастье России, и слышал о том, что, ну вот, доллар перестанет там расти, рубль перестанет падать. Нефть подорачивает. Да, даже, вот, да, что-то, вот, ну, причем, вот вещи, которые, по идее, с людьми, которые вот когда-то, когда-то им говорили о светлом будущем всего человечества, еще чего-то, вот, горизонт вот этот абсолютно исчезает, да, а если не, вот, в этом месте, так сказать, специально не, ничего не нажимать ни на что, то, вот, там, я бы сказал не просто, в общем, я даже усилю то, что я сказал, не просто ничего нет, а есть определенный запрет об этом думать, вот, вот, да, это запрет, который не, там, ни сверху, ни от властей, ни от чего, это запрет, запрет думать, вот, вы тут недавно сказали слово после, да, вот, вот, самое главное не думать о том, что после, вот, после чего, это, ну, более-менее все понимают, вот, и обсуждать это, вот, как я сейчас об этом не говорю, так вот, и, значит, публика, вот. А что, нельзя, я вот не понимаю, правда, что, селюсь про ядерную войну? Нет, это не ядерная война, нет, это уже, так сказать, о персоналиях. Когда сами знаете, с кем произойдет, сами знаете, что вы. А, нет, наивная, нет, ну, про это Гарри Поттер, там, ну, все же сказки про это, все понятно. Это какой Поттер, ну, или, или будущее какое, будет опять кто-нибудь такой же, вот, ну, то есть это продление, в этом смысле это, как бы, такая искусственная вечная жизнь, вот. Да, тоже идея, как приближняя была, что Советский Севаст будет вечно существовать. Ну, да, вот, но самое главное, опять-таки, это не спонтанные идеи, а это, если начать нажимать, это тогда сознание начинает искать какие-то, вот, так сказать, ну, заменители этой пустоте. Это очень существенная штука, ее происхождение, по нашим догадкам, это, вот, двойная фрустрация, Максим примерно об этом уже говорил, это сначала катастрофа коммунистической идеи, а затем катастрофа демократической идеи, ну, или перспективы. Вот, тут важно, что при, ну, вот, годы, так называемой советской власти, будущее существовало для всех. Для тех, кто верил в светлое будущее, для тех, как светлое будущее представлялось темным будущим, но не было сомнений, что будущее есть. Когда, значит, в 91-м году всем, неважно, как они относились к идее коммунизма, всем стало ясно, что вот здесь этого не будет, по тем или иным причинам этого не будет. Значит, это катастрофа коммунистической идеи, первая, о чем вы говорите. Я бы не датировал ее так прям жестко одним годом, а это был процесс, который занял у кого-то десятилетие, у кого-то два дня, но в среднем, ну, так можно говорить, это там между 89-м и 95-м годами охватило большую часть умов. Это стало ясно, что вот этого не будет. И это, надо сказать, для тех, кому никакой замены не было видно, это было очень плохо. Вот для них верны слова Путина, что это величайшая геополитическая катастрофа. Ну, не геополитическая, ну, неважно, а величайшая катастрофа. А для очень многих это не стало катастрофой, потому что тут же подоспела идея будущего демократического, рыночно-демократического. И это было будущее очень близкое, там, коммунизм хотели построить, там, за семилетку, да, Хрущев предлагал. А тут вообще, может быть, 500 дней, и вот чуть-чуть помучаемся. И мы вообще в рыночном обществе. Как Максим говорит, чуть-чуть помучаемся, и вот уже будет то, что надо. Очень интересно, что исчезновение этой перспективы произошло тихо-тихо. 91-е годы это все-таки событие, это танки стреляют там и сям, еще что-то там, меняется строй, меняется власть. Тут вроде как ничего не менялось. Ну, разве что сменился человек. Но поначалу казалось, что это, ну, это, в общем, замена такая. Тут не очень. Вот с этого места мы начнем спорить, потому что... Максим, пожалуйста. Да, очень. Две хитрых таких исторических вещи были. Ушло, Явлинский ушло 500 дней, как-то все пропало. Когда в 2000-х годах началось путинское отправление, там некоторое время назад появился план Путина, если вы помните, был такой. Победа России, да. Да, удвоение ВВП, это вот были попытки хоть как-то еще раз это будущее создать. План, которого никто не видел, удвоение ВВП до уровня Португалии, там и там подобные вещи, они не проканали. В них уже никто не верил. Их, ну... Я уверен в том, что существует много идей будущего, но они все маленькие. Они не... Ну, что вы имеете в виду сейчас? Условно говоря, там, Прохоров делал, этот, Йо-мобиль, помните, был такой. Да. Вот это была идея технологического будущего. Вот мы сделаем... Как она уж там делалась, это другой вопрос, но... Ну, вот это была одна идея. Там, какие-то олигархи скупают, там, чего-то так, эти самые офшоры в Панаме. Это была их идея будущего. Ещё уехать на Запад, там, пристроить туда детей, ещё что-то такое. Некие групповые идеи будущего... Или корпоративные? Корпоративные, групповые, религиозные, там, куча всяких сект, которые ходят там, эти свидетели Игова, их, правда, в последнее время что-то поменьше стало. Но, так или иначе... Да, вообще преследуют тут у нас... Так или иначе, некоторые... Некоторые групповые идеи будущего, они существуют. Вот эти вот идеи, они есть. У каждого какое-то представление о том, как он завтра, там, выпьет бутылку или сходит на работу, они есть, там, горизонт длиннее, короче, но, так или иначе, они распались. И я не думаю, что вот идея следующего какого-то великого будущего будет хороша, что нам от неё станет хорошо. А, именно великое будущее. Да, да, да. Ну, если говорить о том, что вот пропало, и надо бы его обратно сделать, я думаю, что это будет ужасно. Поэтому то, что его нет, это скорее хорошо. Я поддерживаю вот именно эту идею, потому что то, что удаётся сделать, я сейчас вот не рассказывал об этом, но, в принципе, если очень сильно нажимать, то вот проекция нынешних таких вот успехов восстановления империи, ну, быть может, и довольно скромных, она вот при продолжении, так сказать, будущего она даёт какие-то, в общем, монструозные результаты, когда люди рисуют, значит, с просьбой нарисовать там мир в будущем. Вот, значит, раньше рисовали на половину, наша половина американская, вот, мы полмира, значит, получаем, а сейчас начинают рисовать, значит, это просто вот, ну, как вот, земля покрыта, так сказать, вся каким-то новым ледником, так вот она покрыта, значит, это всё вот Россия. Ну, а в других странах уже просто нет. Да, что вы говорите. Да, но это... В общественном парижском туалете есть написано на русском языке, я страшно извиняюсь, да? Или мы, Антарктиру, нет ничего, да? Да Парижа нет. И мусульманского мира нет вообще. Никакого нет, но это же, вот, тут прозвучало слово ответственность, вы сказали слово ответственность, это совершенно неответственное поведение. Это совершенно неответственное поведение. Ну, это просто детские фантазии какие-то, я бы сказала. Ну, да, да, и это... Это то, за что человек, ну, насколько я понимаю, большинство респондентов не готовы прям вот идти убивать и умирать, да? Нет, нет, это нет, и это даже не в том смысле, что вот Красная Армия, так сказать, вся всех сильнее, и она всех завоюет. Нет, это как-то так вот само получится просто. Само получится, да. Я хочу привести пример небольшой одного проекта. Да. Назывался «Русская весна». Ну, да. «Русский мир», «Русский мир», «Русская весна», ну, вот это вот. То есть, вот он... Вот он, да, вот мы, так сказать, гребем его плоды широким жестом во всех отношениях. Поэтому я хочу такую вот еще идею одну, так сказать, что проекты будущего, они возникали там на протяжении истории, это Кирилл лучше расскажет там неоднократно, и каждый из этих проектов, ну, так сказать, потом, когда там лет сто спустя, он воспринимался как прогрессивное там чего-то такое, так сказать, какое-то, ну, движение общества вперед, там, развитие и всякое такое. Но в тот момент, когда он внедрялся, скажем так, ну, это всегда были какие-то страдания во имя вот этого проекта. Светло. Да. И в этом смысле мне не кажется, что это перспективное занятие, скажем так. Сигеордж сказал, что тихое исчезновение перспективы демократической происходило. Вот тогда, вот когда исчезла и она, вот тогда наступила вот Лев Гудков, мой, наш, я бы сказал, приятель и мой директор. Коллега и директор. Да, и мой директор, да. Вот, он назвал это жестким словом аборт будущего. Вот, ну, это давно, так сказать, формула появилась. Вот, и это действительно, ну, для сознания, я согласен с Максимом, что нехорошо, когда будущее, так сказать, вот, ради будущего приходится, значит, жертвовать настоящим. Но сознанию нехорошо, когда отсутствует вот эта вот темпоральность. Ну, как-то это, в общем, как бы пальца какого-то там, ноги. Не хватает. Понятно. Так все-таки, когда это происходит? Это еще конец 90-х или уже начало Лев Гудков? Это произошло в середине 90-х. Даже так? Можно предъявить счет вот Ельцинскому правлению, причем это не лично Борису Николаевичу, а это тем элитам, которые вот в этот момент нечувствительно, незаметно для большинства, так сказать, взирающих. Вообще говоря, из элит профутурологических, тех, которые вот действительно страну намерены были куда-то там привезти, идеи были очень ясны, куда идти, вот, это те, кто заметили, что вот это вот промежуточное состояние, оно как раз вот оно самое то. Оно комфортное, да? Да, оно комфортное. Вот это сочетание капитализма с социализмом, не я придумал эту формулу, но она очень неправильная, это называется национализация издержек при приватизации, значит, доходов. Ну, попросту говоря, это как в теневой экономике, значит, завод государственный. Ты не гость, унеси хотя бы гвоздь. Нет, это не ты, унеси, а вот то, что производит сырье, подводится государственное, а продукт получается мой. То, что я хотела бы еще раз уточнить технологически, мы говорим, конечно же, о разных уровнях будущего, разных представлениях, о будущем, о личном, о, так сказать, символическом представлении и, наконец, существуют образы, которые формируются, видимо, каким-то коллективным усилием, оно не всегда может быть даже политическое усилие, но это усилие элит, в том числе интеллектуалов разнообразных. Вот можем на немецком опыте исторически как-то посмотреть, как, по крайней мере, в 20 веке все это выглядело? Ну, тут я бы даже начал раньше, чем в 20 веке, потому что так, если очень обобщенно и огрубленно говорить, то на протяжении, допустим, там, средневековья и раннего нового времени мы можем видеть эскатологическую перспективу в качестве главного, что как-то там виделось в будущем людям. Скоро или не скоро, но наступит конец света, и это некоторая данность, к которой каждый индивид и каждый правитель, отвечающий за своих подданных, должны готовиться. То есть каждый индивид готовится к тому, чтобы ответить за себя на страшном суде, каждый правитель готовится к тому, чтобы все у его подданных на страшном суде было хорошо, и тех, за кого он отвечает. И в этом смысле то, что религиозные элиты в католических, лютеранских и православных странах делали, в общем, похоже. Постепенно, после просвещения, допустим, происходит процесс секуляризации много чего, и в частности секуляризации воспитания и образования, когда в результате культуркамфа Бисмарк вырывает школу из-под опеки церкви, и школа начинает воспитывать детей не только как добрых христиан, но и как хороших подданных, хороших отцов и матерей, хороших там ремесленников, профессионалов и так далее, и так далее. И, соответственно, эсхотологическая перспектива перестает быть единственной. То есть возникает некоторое политическое будущее, особенно после объединения Германии, когда возникает некоторая цель наверстать и догнать то, что другие развитые державы успели, а мы еще нет. То, что все мы в школе проходили, да, про то, что Германия опоздала к разделу мира, и теперь желала, так сказать, добрать себе какое-то место под солнцем, отвоевать. Примерно тогда же, на самом деле, возникает и альтернативный проект будущего, предлагаемый коммунистами. Это тоже конец 19-го столетия, начало 20-го. Он в то время еще очень маргинальный, но приобретает все большую и большую популярность. Вплоть до того, что потом, когда эти экспансионистские планы Германской империи рушатся с выражением в Первой мировой войне, и происходит революция, на первый план выходят социал-демократы и отчасти другие левые силы, которые предлагают альтернативный проект будущего. Он далеко не всеми принят, он далеко не всеми одобрен, но он существует, и наличие Советского Союза неподалеку, который еще более радикальный коммунистический проект уже реализовывает. Я бы сказала, что и наличие в самой Германии, и Веймирской республике, и Красной Вены недалеко, это все было очень близко для них. Да, это все было близко для многих, это было гораздо актуальнее какого-то там конца света, который Попы придумали, или какого-то величия, и там колонии и прочее. Вот сейчас для трудящихся, а потом и для всех мы с Траминаем. Через какое-то время Гитлер предлагает еще один проект будущего, когда это вновь величие, вновь счастье, то есть берется позитивная составляющая эмоционального левого проекта, когда для нас, для всех будет счастье, берется экспансионистская перспектива от имперского проекта, да, мы завоюем себе жизненное пространство, и на фоне позора, разрухи, инфляции, экономических всяких проблем, фрустрации, безработицы и прочего, это оказывается очень привлекательно. И еще более привлекательным это становится по мере того, как на протяжении 30-х годов достигаются определенные успехи и в экономическом развитии, и в многих других областях, а потом, с началом войны еще и действительно становится видно, что эта программа, она успешно реализуется в виде блицкригов, когда действительно вот расширяется, и все хорошо. Да, и там уже эта перспектива будущего, помимо того, что она насаждается в умы детей, начиная с мелкого возраста через детские и молодежные организации, она насаждается через школы, она насаждается через вузы, через прессу, через культуру, через медиа и так далее, она, во-первых, очень активно внедряется, во-вторых, действительно подкрепляется. И потом опять, в 45-м году, катастрофа этой картины будущего. И дальше в разделенном германском государстве предлагаются две разных перспективы. На востоке это коммунистическая перспектива, принесенная советскими товарищами. На западе, в общем, в трех оккупационных зонах приблизительно одинаково, постепенно выединившись в ФРГ, это картина либерального, демократического, капиталистического будущего, но с такой сильной социальной составляющей, социальной рыночной, но уж точно не коммунистическое и не национал-социалистическое будущее. Я бы добавила сюда еще большую трудовую деятельность людей, которые проводили дни насификации, укачать этот процесс был совершенно непростым. И нельзя описать его там. Тут надо сказать, да, про днисификацию надо сказать вот что. Та днисификация, которая реально проходила под этим названием, когда просто людей по анкетным данным, кем они были и что они делали вот в эти 12 лет, увольняли с определенных должностей навсегда или там на какое-то время, не допускали к некоторым там позициям и ресурсам, это сама днисификация с будущим на самом деле, ну так вот в массовом восприятии никак не ассоциировалась. Это было скорее про сейчас. И будущее, если и как-то помышлялось, то скорее вот, ну когда это все кончится, когда все вновь войдет в свою нормальную колею. И действительно, это ведь днисификация, это была краткосрочная кампания. Другое дело, что вот переучивание, обучение демократии, обучение принципам правового государства, либерального государства, гражданского общества и так далее, которые союзники проводили тоже и через школы, и через образовательные программы для взрослых. Вот это и начавшееся экономическое чудо дали другую перспективу, которая с днисификацией была связана очень косвенно. И там возникла надежда, что если будешь хорошо работать, то будешь зарабатывать, и все у тебя будет. У тебя будет машина, у тебя будет холодильник, у тебя будет поездка на курорт, у тебя будет телевизор, и заживешь хорошо. Больше того, ты заживешь не хуже, чем тогда. Далеко не все его тогда достигли, но тогда он казался совсем близенько-близенько. И сейчас вот он близенько-близенько. Volkswagen нравится народу. Да, и опять, значит, ты будешь ездить на... Как сказать, до войны это далеко не у всех Volkswagen были. Их вообще не успели начать делать. Да, не успели. Но тогда... Поправляют специалистов. Да, тогда это все вот сейчас, 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 сейчас. Потом война, да, тяжело, конечно. А сейчас вроде и войны не предстоит, а будет вот это экономическое чудо, которое нас приведет к процветанию. И ради этого процветания можно потерпеть и то, что больше нет фюрера, и то, что нельзя его любить, и то, что у нас от Германии осталось только треть, и то, что мы теперь не смеем про себя говорить, что мы немцы, и гордиться собой, и там даже флаг поднять, и всякое такое. На Востоке, наоборот, материальная составляющая жизни была очень напряженная, но зато вот некоторая такая грандиозная перспектива. Да мы с Советским Союзом во главе, сейчас придем вот к счастливым будущему, когда уж точно у всех будут и машины, и холодильники, и курорты, и телевизоры. И постепенно, действительно, на Востоке жизнь стала налаживаться, отчасти благодаря тому гигантскому экономическому потенциалу, который сохранился еще с прежних времен, отчасти благодаря личной старательности и, так сказать, долготерпеливости трудящихся, квалифицированных, которые на Востоке были. И разница между тем, как жили рабочие, допустим, в Эймирской республике, как они жили в 40-е годы, и тем, как они жили в 50-е, 60-е, она реально чувствовалась. То есть материальное благосостояние росло на Востоке. Не так, как на Западе, но наросло. И в этом смысле было ощущение, что стоит того. Что вот смотрите, насколько лучше стало. А если мы еще потерпим, как Максим говорил, вот сейчас еще поясок не будем пока слабее затягивать, поработаем, если мы будем бороться, если мы будем слушаться начальства и рот не раскрывать и так далее, то вот, в общем, действительно реально достижимо такое вот счастливое будущее. И это постепенно выдохлось, когда родилось новое поколение, выросшее уже вот в этой обстановке относительного благосостояния, за которое им не пришлось бороться и которое им не с чем было сравнить. В 80-е, когда рост замедлился, когда социалистическая и экономическая модель начала пробуксовывать, как выяснилось, не готовы были терпеть, затягивать ремешок, идти бороться и так далее, и так далее, так как это делали их отцы. Это все не мои собственные находки, это выяснил Луц Нитхаммер с коллегами, когда он в конце 80-х годов проводил исследования в промышленном районе ГДР. Он предрек кризис и коллапс восточно-германского социализма буквально за 2-3 года до того, как это реально произошло. Он говорил, что это общество, уже, так сказать, у него не хватит такого вот морального потенциала, энтузиазма и, так сказать, горючего для того, чтобы еще долго сражаться за лучшее будущее, потому что молодое поколение уже не, а старое сходит со сцены. И поэтому, когда в 89-90-м годах зашел разговор о том, чтобы проект ГДР закрывать и объединять ее с ФРГ, значительных протестов это не вызвало. Потому что казалось, что вот сейчас мы присоединимся к ФРГ и заживем, как они. И у нас у всех будут Мерседесы в гаражах, мы все будем жить в красиво белых домиках под черепичными крышами, и у нас тут вместо штази будет правовое государство и 50 каналов по телевизору. Опять проект будущего. Это, да, проект счастливого будущего, который прямо вот скоро-скоро. Мы все время, знаете, про то, о чем мы говорим сейчас, вот я прям Кирилл говорит, а я слышу перспективы, счастье, лучшее будущее. То есть будущее, это всегда со знаком плюс. Вот это сейчас можно, мы доведем до конца этот рассказ, а потом я вот это хочу обсудить. Главная перспектива со знаком минус, это, конечно, была война между СССР и США, поскольку Германия не могла себя защитить, ни та, ни другая. Обе были в полной зависимости от военной мощи, соответственно, Советского Союза и США, то, ну, как бы, трудно было надеяться, что все ракеты пролетят над ними. Вот это была главная негативная модель будущего, что если что-то там они не договорятся и подерутся, то нам это будет расхлебывать, и мы не сможем себя защитить. В 90-е и 2000-е годы общая перспектива, такая вот кислая, общенациональная, была связана с тем, что совершенно очевидным образом выдыхалось экономическое чудо. И, как говорили пожилые люди, тучные годы миновали, все, теперь, значит, придется затягивать пояса, ну, потому что глобализация, потому что мы вынуждены кормить вот этих оси, потому что понаехали, там, значит, всякие, потому что мировой кризис, потому что, там, не знаю, что-нибудь еще. По мере того, как происходило срастание старых и новых федеральных земель, то есть бывший ФРБС, бывший ГДР, утрачивалась возможность и вот этих разговоров про, ну, вот сейчас мы их подтянем, и дальше-то все расцветет, вот, как Коль в свое время говорил, да, будут цветущие ландшафты на Востоке, вот там, сейчас накачаем туда пару миллиардов или десятка миллиардов, и, значит, подтянем, и все будет хорошо. Когда и это пробуксовывает, или, по крайней мере, кажется, что продукт пробуксовывает, на самом деле, конечно, гигантские перемены произошли, но не все довольны, и тут вот я хочу сказать про другую вещь, которая, кстати, касалась и нашей страны, и любой демократической страны, что, на самом деле, картина будущего после утраты вот этой вот церковной перспективы христианской, эстетологической и такой единой тоталитарно-идеологической перспективы, сейчас политическое, общенациональное будущее в основном представлено людям в виде предвыборных программ. То есть разговоры... Ну, это тоже какие-то вот короткие такие, как Максим говорил, за такие корпоративные, но, по крайней мере, это кандидат в президенты или кандидат в, я не знаю, парламент, он предлагает своим избирателям, иногда это вся нация, иногда это какая-то губерния, там, федеральная земля или кто-то еще, некоторую программу «Мы сделаем то-то». То есть она в основном рассчитана на то, какие изменения мы осуществим, если вы нас изберете. И всеобщая утрата доверия к политикам, она приводит, в частности, к тому, что эти обещания уже давно воспринимаются как предвыборная ложь. Я недавно говорил с одним польским коллегой, историком, спросил его про национальное будущее поляков. Он мне сказал так, еще недавно у всех было некоторое представление о будущем, связанное с перспективой вступления Польши в ЕС. Вот мы вступим в ЕС, и все будет хорошо, или, наоборот, и все будет плохо, но так или иначе это было главное, что нас ожидает, к чему мы идем. Вот Польша вступила в ЕС, и картина будущего исчезла, потому что чего теперь ждать, непонятно. Вот боролись, боялись, надеялись, значит, все это будет. Между прочим, Польша, как говорят некоторые исследователи, одна из лучших, так сказать, учениц Европейского Союза, вышедшая из постсоветского блока. Но это тоже не про национальное будущее. Вот к чему мы подошли? Мы подошли к тому, что мы возвращаемся опять сейчас вот с этими новыми национализмами европейскими картинами национального будущего, национального. То есть мы отбрасываемся буквально на 100-150 лет назад, когда формировались национальные государства, и я имею в виду вот до катастрофы Первой мировой войны, и казалось, что расцвет, то есть вот этот оптимизм, это лучшее будущее, эти перспективы, они связаны исключительно с вот такими образами. У нас сейчас ведь одновременно идут, не очень интенсивно, но идут два процесса. Это что-то, так сказать, вроде превращения России в национальное государство, и что-то вроде возвращения России на роль империи, вот этой внутренней педали. Что абсолютно противоречащие друг другу структурой. Это как коммунисты-анархисты. Да, но это вот, и это хорошо, и то хорошо. И что же делают? Отказаться от одной из перспектив нету сил. Надо быть, да? Но для этого должен быть какой-то очень сильный лидер, действительно, так сказать, пересматик. Сильный альтернативный. Да, который говорит, вот точно сюда больше не идем, а сюда вот идем. Ну, и можно думать, что публика, так сказать, примет. Ну, хоть, ну, вот, хорошо, теперь понятно. Я хочу напомнить, что вот в середине 90-х мы, тогда в ЦИОМ, называлась наша организация, мы получали такие, мы получали вопросы от трудящих. Вы скажите, мы что строим? Прекрасно. И эти... И я хотел бы обратить внимание, что ни Гайдаровское правительство, ни одно другое правительство не дало ни разу ответа на этот вопрос. Никто не назвал строй, который мы строим, капитализмом. Нет, это, правда, это слово избегали всячески. Но демократия, 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 демократия. Демократия, это всегда хорошо, да? Да, звучит. Но в Советском Союзе тоже была самая яркая демократия земли, так что тут no news. И точно так же, ну, кто же сейчас скажет, что мы восстановим империю? Это должен быть какой-то, так сказать, подпольный голос. Я думаю, что империя еще ничего, а вот то, что мы восстановим Россию для русских, вот это опасное очень заявление. Черт его знает, что опаснее, понимаете? Дело в том, что как только спрашиваешь, вот есть люди, и мне приходится с ними говорить, которые вот с горячим сердцем это говорят. Так. Я говорю, а скажите, а русские это кто? Да. Опа. Вот тут начинается, в общем, что получается, что, в общем, татар придется тоже включать в русских. Только этнических русских, а там не кавказ, не татар, не ничего. То это же развал России, это же как бы сепаратисты, которые вот... Да, потому что это отказ от имперства. Да, это отказ от имперства. Ну, мне кажется, что вот мы уже описали сейчас коротко, совершенно неразрешимый пубок противоречий, который вот умный политик бы оставил просто в покое эти противоречия и придумал бы какой-то иной образ будущего. Позвольте. Нет, умный партий, который вот очень хорошо так цинично, прагматично строит свое, так сказать, свое счастье в этих условиях, он оставляет эти проблемы на откуп всяким Жириновским там и прочим, да, и он не предлагает альтернативную модель будущего. Он просто занимается настоящим. Презент континьюс. Презент континьюс. Да, и на это название для передачи. Да, я бы не сказал, потому что, да, что вот этот вот национальный проект, да, он несколько раз пытался там всякие Демушкины и прочие, Белово-Поткины, и они, в общем-то, не были приняты обществом. Ну, более того, против них сейчас, у нас вот несколько больших интервью сейчас было с лидерами этого движения, они все практически находятся под каким-то прессингом, под судом или там. Нет, это я имею в виду государство, которое пытается для себя эти все вещи оставить, не выпустить этих людей высоко, но там марш какой-нибудь этих самых, РНЕ там или еще что-то в этом роде, это все-таки, ну, сравнимо, скажем, так по размеру с белой ленточкой, которая, ну, там набирала, ну, сотни тысяч людей, да, значит, 140 миллионов человек, это, в общем, скажем так, не очень густо. Когда вот такие проекты появляются, у них есть много-много интересных, там, внутренних возможностей, потому что тот, вот, ну, так сказать, развал, разврат, который сейчас наблюдается с неисполнением законов, со всеми этими делами, это все, ну, возможно, прижать, придавить только при наличии некоторого проекта. То есть мы сейчас вот живем здесь и сейчас, поэтому, что я вот сейчас спер с завода, там, не знаю, гвоздь, не гвоздь, там, или еще там взял из кассы, завтра, завтра неизвестно, что будет. И когда появляется некоторый проект, завтра будет, там, так, или завтра будет эдак, под это дело родители могут говорить, ну, сыну, учись, ты пойдешь туда, потом будешь тем, там, или еще что-то, там, батюшка Самвона говорит, там, железными рогатками припекут, или еще что-то в этом роде. И, так или иначе, появляется некоторая перспектива, ради которой сейчас следует выполнять какие-то законы. Когда эта перспектива отсутствует, как бы вроде, ну, мы знаем, что, конечно, нехорошо. Почему? Потому что тебя посадят. А может посадят, а может не посадят. Потом будет нечего есть. А там, может, и так есть, нечего будет. Поэтому эти вот проекты, будь то религиозные, национальные, или какие-то, там, наднациональные, типа, имперских, там, или еще чего-то, они позволяют создавать вот эти вот нормы морали, которые потом при разрушении этих проектов, они некоторое время живут, но потом разрушаются. Ну, вот я бы примерно про это же сказал немножко в других словах. Вот естественной реакцией публики на всякую, так сказать, деморализацию, очевидную для всех, и наши вопросы это показывают давным-давно, что вот людей не устраивает моральное состояние. Короче говоря, их собственная мораль их не устраивает, да? Да. Ответом на это, таким заурядным ответом на это является стремление к таким фундаменталистским каким-то конструкциям мыслительным. И это, я думаю, что это везде. Ну, во всяком случае, я могу сказать, что наши... Матвахабизм очень... Да, совершенно верно. Наши, вот, любят сейчас говорить, что у нас, значит, мусульманское меньшинство очень большое, и, в общем, кто-то говорит, что это уже полстраны, но я хочу сказать, что в этой части, вот не христианской части нашего общества, и не секулярной части нашего общества, вот эти именно тенденции от позора, взяточничества и воровства, от нечестивого поведения всех и меня в том числе, какое спасение? Спасение в некой чистой жизни. Я не являюсь пропагандистом, значит, вот, идеи ИГИЛ, запрещенной Российской Федерации, организации, и я думаю, что действительно ее приход — это море крови, я и мусульман, и не мусульман, но что именно на этом огне вскипает вот это блюдо, на этом. Это вот у нас недооценивают, говорят, там, мусульманские фанатики, там, зомбирование и так далее, что это, в общем, как бы ослепили, там, миллионы людей. Это миллионы людей, которым противно жить так, как они живут. Нам пора, вот, как бы уже заканчивать или подводить итоги нашего разговора. Во-первых, я хочу сказать, что не все было пессимистическое в докладе Алексея Георгиевича Эльвенсону под названием «Готовься к свободе». В частности, он там говорил, что он не согласен с тем, что мы недостойны и будущего нашего, и своей свободы нашей, и что это вопрос самоорганизации людей, но только главное — понять, как это соотносится с присутствием государства, потому что сложно, имея опыт самоорганизации, неплохой, например, во время, там, не знаю, катастрофы наводений, то есть замещается, когда гражданское общество замещается, обладающиеся государства, сложно, как бы, до сих пор, вот, если я правильно поняла вашу мысль, сложно последние годы, вот, на фоне этого всего политического процесса, который, иначе, как реакции, наверное, назвать трудно, очень сложно, как бы, себя с государством соотносить, и вот, как бы, с целостностью его, и с определенной нормой, в которой все-таки, ну, как бы, большинство мыслит себя, не будучи анархистами, там, в рамках государства. Это, вот, так сказать, первая вещь, о которой я хотела напомнить, что все-таки отец ваш не является таким уж полным пессимистом. И второй вопрос, который, собственно, вот я бы хотела закончить, возможно ли представление о будущем вне больших идеологий? Вот то, о чем мы с вами сегодня фактически говорим, одна из таких внутренних, как мне кажется, тем, это связь образа будущего с большими идеологиями. Это может быть религиозные идеологии, это могут быть идеологии национальных государств, это могут быть националистические идеологии. А я тут вспомнила к нашему разговору еще, как свое интервью примерно двухлетней давности с Младеном Таларом, таким замечательным философом Леонова Толка из Словении, собственно говоря, другом и соратником Жижика. И он сказал такую мысль, что, понимаете, последние практически полтора столетия они дали только две главных идеи. Это коммунистическая идея и нецентралистическая идея. И ничего более такого серьезного не придумано. Так вот, просто коротко скажите мне, возможно ли образы будущего без больших идеологий, ну вот не такие, не маленькие образы будущего, о которых Максим говорил, а какие-то, ну вот я прям выступаю в виде писателя-фантаста и утописта, или это вообще полная утопия? Ну, либо мы говорим Диля, как Мангейм, утопию как представление о будущем, идеологию как представление о том, как обстоит дело и должно обстоит дело в настоящем, и тогда утопические проекты теоретически могут какие-то существовать, которые рисуют некоторую привлекательную картину будущего для многих людей. И многие люди там в масштабах нации теоретически, может быть, на это дело поведутся и начнут это все поддерживать и чем-то жертвовать ради этого будущего. Конкретно я себе ничего такого не представляю. Я думаю, что отсутствие вот этой всеобщей обязательности, так сказать, вот этого всеобщего будущего, которое для всех обязательно надо в него верить и ради него терпеть, это, с одной стороны, очень тяжко для тех, кто привык в таких партналистских структурах, значит, идти куда папа поведет, папа римский или там отец народов, или там кто-нибудь еще, да? А с другой стороны, это прекрасный шанс, грубо говоря, заняться собой здесь и сейчас. Мы все время возвращаемся к тому, что если у нас есть проект будущего, это причина для ограничений в настоящем. Это причина для претерпения каких-то издержек в настоящем ради будущего. Несите ваши денежки. Несите ваши денежки, несите ваше время, несите еще что-то. Перестаньте ездить на автомобилях. Да, если брать, если не моетесь там или еще что-то в этом роде. Когда носители вот этих больших идеологий, они как раз, ну, как сказать, они могут рассказывать народу все, что угодно, а себе там при этом какие-то получают дивиденды. В этом смысле мне кажется, что любая из этих ситуаций, ну, не приведи, господи, какие-то катастрофы, они все скорее будут во вред. Но есть вторая половина, которая состоит в том, что отсутствие вот этих больших проектов, отсутствие любые нормы поведения, это всегда ограничения. Любые моральные там и все, это все всегда некоторые ограничения. И объяснение этих ограничений для воспитания, оно нуждается в какой-то основе. И обычно эту основу берут из будущего. И мне кажется, что вот если есть возможность, она не очень хорошая, пока не очень хорошо получается, найти эти объяснения внутри настоящего, тогда это все будет замечательно. Ну и Алексей Георгиевич, заключительный ответ. Лен, мне нужно две минуты на такое серьезное включение еще одной темы. Кирилл, рассказывая про этап, который, значит, под Германией прошла при Гитлере, помянул, что, значит, там началось все становление национальной экономики и так далее. И я напомню, что, ну, например, такой мыслитель современности, как Андрогин Кринян, значит, он прислал письмо, по-моему, из Лондона, насчет того, где было сказано что-то вроде того, что вот Гитлер много чего хорошего успел сделать. Да, успел сделать, там дороги построить, то-се, значит, безработицу ликвидировать нацию, сплотить, монетарное государство построить. Ну вот с дуру, значит, пойму, полез, а если бы не полез, ну, вот какое было бы государство. Эта идея кажется соблазнительной для многих, потому что ситуация вроде бы у нас почти такая же, как, значит, конец Веймара, да, лежим в разрухе, национальное достоинство растоптано, значит, вот, ну, тут я бы так сказал, тут вот крымская история оттянула от этого просто, ну, потому что наметила какую-то другую, вот, опять-таки, иную перспективу. А так вот идея, в общем, казалось, ну, а действительно, а что плохого? Ну, если Сталин великий мембер, то почему? Да, вот я просто хочу сказать, что надо держать ухо вострова. Такие вещи тихо, тихо проникают в массовое сознание и кажутся безобидными. Идеи Третьего Рейха в общем, человеконенавистническими, людоедскими и так далее, были названы потом, вот, а начинались вот. И если бы не трогали евреев и не полезли воевать, то все было бы вообще замечательно. Да, да. Хуже того. Тот же самый Луц Нитхаммер обнаружил потрясающую совершенно вещь вот в Германии, которая, западная Германия, да, так сказать, насыщена материально после экономического чуда. У всех все есть, все в достатке, все, так сказать, перевоспитаны на демократических, там, и правовых основаниях вроде бы как бы вот все замечательно. И вот он разговаривает с пожилыми людьми, которые там в свое время прошли войну, вроде бы должны были быть научены горьким опытом и так далее. И среди них встречаются такие, которые говорят, «Ты чего, у Гитлера одна ошибка была». Знаете, какая? Не то, что он в войну полезл, а то, что он ее проиграл. Это как бы и страшно, и обнадеживает. Страшно в том смысле, что такие конструкции в головах людей могут быть действительно очень такими гармоничными и непрерывчивыми, их трудно переспорить. А обнадеживает в том плане, что наличие таких взглядов, оно, в принципе, не обязательно несет угрозу восстановления гитлеризма. Как мы видим на примере ФРГ, где сейчас там есть и неонацистские партии, и праворадикальные движения, и огромное недовольство, много чем, все равно, ну, как бы говорить о том, что вот завтра придет новый Гитлер, ФРГ, не приходится. Разговоры о будущем, как мы все сделаем или как что-то произойдет, они в определенной степени, это как разговоры об отъезде, разговоры о разводе. Они сами по себе уже есть некоторое, так сказать, насыщение этой потребности. Потребность за счет этого удовлетворяется, и дальше никакие реальные действия это не переходит. Поэтому, я думаю, бояться не стоит. Тут я оптимист. Вы смотрели и слушали радио «Свобода» о будущем, о будущем и о его позитивных и негативных качествах, о том, как оно выглядит в России, в Германии и в Европе, в мире. В целом, мы сегодня говорили с Алексеем Левинсоном, социологом, руководителем отдела социокультурных исследований Левада-центра, с Максимом Левинсоном, инженером, преподавателем, техническим журналистом и переводчиком, с Кириллом Левинсоном, историком, ведущим научным сотрудником Института гуманитарных историко-теоретических исследований Минполитаева при Высшей школе экономики. Вела программа Елена Фанайлова. Редактор субтитров А.Семкин